Музей Гомельского Палацево-Паркового ансамбля святкует 100-годовый юбилей. В рамках святошных мероприемств сегодня тут распошалась международная конференция от садибы до музейного комплекса. Поглядами новоколцев на историю и сучасность одного из ведущих музеев в Беларуси потекавилися наши корреспонденты. Место, где сейчас находится Палацево-Парковый ансамбль, использовалась популярностью у гомельщан еще в старожитные часы. С 10-го до 13-го от 100-го года тут находился умоцеванный дзядинец. Потом, до 18-го от 100-го – замок. В эпоху классицизму гомель належал буйнейшим представникам дворанства Российской имперы, які володали великими финансовыми махчымастями. Гэта дозволила увести побудовы самого высокого мастацкого узровню. Той час у вогаля характеризуется значными экономичными досягненнями. Цукровый завод у гомеля и паперовая фабрика у Добруши были сучасными предприемствами с найновшими технологиями. При Паскевичах это было одно из самых передовых предприятий. Всей Российской империи с техническими новациями. Ну, например, 1882 год. Первая Белоруссия электростанция появилась в Добруши, а не где-то, допустим, в губернском городе, там, Минске или Могилёве, или в Витебске, или даже в уездном гомеле. А в Добруши, который был, ну, по сути дела, такой фабричной деревней. А Добрушская фабрика по объёмам производства занимала второе место в Российской империи, а по техническому совершенству всегда была в лидерах, наверняка была на первом месте. Многолетний её директор Антон Игнатьевич Стульгинский, первый в Российской империи, ещё в 1894 году, вёл у себя на фабрике восьмичасовой рабочий день. Промеркованная достаходя Музея Международная конференция ещё одна махчимость ознайомиться с навуковыми досягнениями, проведенными в Белоруссии и России. На протягу двух дней прогучать некольки десятков докладов по самых разных аспектах гомельской истории, от экономики до археологии. Хоть по словах самих удельников конференции, у проведения таких мероприемствов есть ещё один плюс – установление деловых контактов, у якости прикладу супрацовництва с Эрмитажем. Установление контактов с Эрмитажем помогло несколько лет назад, нам найти великолепные фотографии Гомельского дворца, существования которых мы просто даже не знали. Точно так же сейчас, благодаря такому хорошему, уже налаженному контакту с государственным Эрмитажем, мы получаем сведения о той удивительной коллекции художественных предметов, которые находились в собрании семьи Паскевича.